Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук и я живу в деревне. Ну, наконец-то у меня выросла настоящая фасоль вигна. Вот смотрите, в прошлый раз была фасоль у меня, тоже называлась она вигна, но она не такая длинная была. А вот это, посмотрите, это мы семена привезли из Таиланда, которую купили в этом году. Мы ездили с Вадимом в январе 23-го года и вот купили вот эти там семена, я их посадила. И вот, ну, наконец-то выросла вот настоящая. Где-то скоро метр уже будет, до метра, наверное, дорастет. Ну вот, и тут, по-моему, один корешок или два корешка. Ну, будет еще, смотрите, вот зачатки пошла плестись она. Порастет еще весь август, так что это вот первое, конечно, я уже на семена оставляю, так что эта фасоль будет у меня продаваться. Слава тебе, Господи! У меня задержала взгляд на огурцах, опять перерастают огурцы моментально. Вот, я пересадила с того места сюда, потому что, ну, сильно густо. Видите, какой чахлый? Не любит она пересадки, конечно, это естественно, я это понимала. Ну вот так, даже, видите, как листиков совсем нету. И все, я, по-моему, уже закончила рост, помучилась немножечко, и все. Ну, все равно, может, даже семена обоспеют. Что мне так с этими огурцами? Ну, покупают помаленечку, покупают. Такие вот, знаете, вот такие я продаю по 100 рублей. Такие, ну, которые на засолку, вот такие, по 100 рублей. А чуть-чуть побольше, по 80 рублей, и все. Которые я хотела по 50 продавать, я не стала их продавать, я их ем сама. В общем, вот такие вот по 100 рублей у меня продаются. Ну, что разбирает народ? Потихонечку разбирает. Вот я себе не солила еще, и посолю в самую последнюю очередь. Потому что все равно будут. Я прям готова по литровой баночке помаленечку-помаленечку солить. Потому что с прошлого года, сами знаете, осталось. Что-то мы не едим. Вот перец у меня вырос. Это мне подарили такую рассаду. Я не знаю, какой-то он полуострый, что ли. Ну, интересный, красивый перчик. Ой, ничего вы не видите. Вот как надо показывать. Вот этот перчик мне подарили. По-моему, он полуострый. Огромный. Где-то больше метра. Почти полтора метра растет. Там у меня лесия, и кое-какие потом буду показывать. Помидоры надо некоторые уже убирать. Вот этот, например, что тут у меня такое? Что это было? Не помню, что было. А, это, по-моему, минусинские. Что-то они как-то неважно себя чувствуют. Видите, желтеют листья. Можно их, наверное, уже семена я собрала, продала. Все, что можно было. Видите, все-все-все голое. Поэтому их можно уже, наверное, убирать. Хватит с ними мучиться. И вот эти вот тоже. А вот ваяжи растут. Видите, всякие разные, конечно, потому что они собраны из гибрида. Но все равно. Вот растут, я их продаю, они розовые, они вкусные. Это что такое у меня тут? Почему такой неправильный плод? Это тоже ваяж. Видите, неровные плоды, всякие разные. Хотя есть, начинались они с вот таких кругленьких, хороших. Потом. А, это тоже ваяж. Просто я туда перекинула дальше. Видите? Ваяж очень долго плодоносит. Очень долго. Ну, а эти, которые должны были быть, бычье сердце, фермерские, их надо тоже вырезать, убрать. И сюда я хочу посадить землянику. Вот места будут освобождаться, я буду сажать землянику. Я хочу, если мы останемся, я хочу, чтобы она была очень ранняя у меня здесь. Материала у меня очень много, поэтому я посажу обязательно. Привет! Пойдем, я дам вам это, немножко огурчиков. Не, не хотят. Ладно, ешьте. Кто-то выкатил нам. Козел, наверное, туда забежал, выкатил немножко. Ну, ничего, пусть сохнет лучше. Потом на ночь закатим. А вечером гулять. Ну, днем вот они так, все в доступе, все едят. С Василисой не знаю. Она была в охоте у нас 2 августа. 100% в охоте орала, хвостом крутила. Но он еще маленький, видно. Так что следующая охота у нее будет, ему будет 3,5 месяца. Они уже могут покрывать. Буду наблюдать. Следующая охота будет где-то 24, 25, но в конце августа. Он родился... Ему будет 3 с лишним месяца вот так. Может покрывать уже. Я уже не помню, показала или нет я вам, что тут мы залили уже. Вернее, Вадим, конечно, залил. Так, теперь он заливает ступеньки. Вот. Это вот на первый слой. А сверху будет цемент с песком. Вот. А здесь я попробую руками как-нибудь красиво сделать. Потому что, ну, не знаю, так у нас вышло. И получилось то, что вот налили нам цемент. Тут еще 4 сантиметра. Думала, будет неудобно ходить. В принципе, нормально. Можно. Только вот придется заделывать этот некрасивый край. Не снимать его, не долбить. Уже ничего не получится. Так, а ходить придется. Так, ну вот. Тут так вот все зальется насквозь. И будет хорошо все. Так. Козла облила водой. Немножко жарко было. Так. Что моя? Ты моя. Моя золотуська. Да я. Подожди. Не пугайся. Хочу вам показать. Смотрите, у нее какая шерстечка стала. Она стала у нее белесая. И она так это перелиняла. И такая гладкая стала. Гладкая, гладкая. Гладкая. Только вот такая вот белесая. Ну, потому что у нее там занянские крови тоже. Чего ты плачешь? Вот. Я и ту гороха принесу. Горох собираю сейчас. То каких-нибудь гераний. То веточек. И все ей не так. И все плачет. Ей надо куда-то ветки какие-то идти и кушать. Ну, все. Домой хочешь? Если я тебя домой сейчас отпущу, то будет козел орать. Понимаешь? Будет козел тогда орать. Не будет скучно. А? Красоточка наша. Ляля наша. Ляля. Так, бока провалились, конечно. Так, какой-то животик остался. Ну, дуется. Второе. Я рассказывала, 2 августа была у нее охота. Вот, смотри, ты горох весь помяла. А ты же его любишь, между прочим. Вон. Все, уже не будешь горохом. Хочет домой. Не, он не лопнет. Не, не лопнет. У нас один шланг просто лопнул. Миша вот другой принесла. Миша поливает мне грядку. Сейчас я ткань положу. Дырки сделаю. Буду пересаживать туда даренку. Здесь. Ну, я все рассказала. И еще положу ткань на Александрину. Прямо сверху буду дырки делать. Сверху просовывать кустик. И там, где у меня выпады, там досаживать буду. Завтра Любашу, наверное, будем вытаскивать. Надо попробовать одну штучку. Подождите. Что-то долго очень она спеет. Может быть, она, конечно, и это. Попробую сейчас, как она выглядит. Вот, вот, Любаша. Это Любаша, да. Ну, нормальная. Она должна быть такой... Ну, она полежит на цвету, и она будет такая фиолетовая. Видите, какие тут эти фиолетовые. Немного у меня тоже Любаши. Немного совсем. Иду с проверкой. Там, Вадим, где-то у меня пропалывает огород. Ух ты, как красиво. Тяжело, конечно. Чуть-то надо было порвать. Смотрите, какой красивый гелихризум у меня. Видно, что он желтый? Во, какой красивый. Он желтый. У меня таких не было на пачке. Случайно попал такой семянка. Цветы, конечно, очень красивые. Но я вам потом расскажу историю, почему я так много посадила. И они мне не пригодились. Но я соберу семена. Смотрите, заказывайте, если что. Продавать буду тогда. Хотя они продаются в магазинах, конечно. Смотрите, могу подешевле. Потому что их много, наверное, будет. Ну, конечно, цветочки необыкновенные. Даже вот, которые распускаются. Потому что я видела, вот такие обычно используют во флористике. Но когда у них желтая серединка, они нисколько не хуже. Такой большой. Вот она. Вот эта вот рябина хорошо выросла. В прошлом году мне ее кто-то съел. Маргоша или коза, не помню. А эта рябина бордовая и крупная. Из интернет-магазина. Калина Бальдоныш говорила уже. Вот клеома так цветет. Клеома тоже могу семена собрать. Очень красивый цветок. Мне очень нравится. Аканит многолетний. Флоксы пораспустились у меня. Смотрите, я вам показывала. Буквально 2-3 дня назад косила. Все заросло уже. Все. Прошел дождик и все заросло. А вот эти бархатцы, смотрите, какие красивые. Ой, какие они красивые. Обалдеть. Видите, я вот даже хожу и не замечаю красоты. Вот такие. У меня тоже собираю отдельно семена. Они маленькие. Что здесь у меня творится. Здесь тоже гелихвизм попадал. Ладно, пусть падает. И закрыл у меня все синие. А вот это вот у нас синеголовник. Или как-то он там еще. Должен в этом году цвести. Но пока нету ничего. И еще от семянок взошли. Видите, вот те взошли от семянок. Их надо бы убрать и в отдельные посадить. А вот это упал кто? Упал какой-то типа дурман. Думала. Ну, это, я не знаю, что так упусть на эту сторону. Интересно, что это за растение такое. Интересно. Само выросло сорняк. Не раз такой. Я видела, по листьям думала, что это вот такой цветок бывает. Такими колоколь... Ну, такими... Граммофонами такими. Ну, что-то желтый некрасивый. Ой, тихо, емаю. Какая-то клумба у меня некрасивая получилась в этом году. Здесь. Будет на галетке вот эта вот Астра. Цвиния буду. Не знаю, что сделать с ней. Телефризом везде понасадила. Он оказался не нужен. Договаривались мы с одной... С одним магазинчиком. С одной девушкой. Что она у меня возьмет эти цветы. Она у меня не взяла. Ни пионы не взяла. Ни эти цветы не взяла. Пионы обещала. В общем, не выполнила свои обязательства. А я понасадила. Сюда посадила даренку. А сюда сидираты. Здесь у меня был чеснок. Здесь была альба. Потом, что я сегодня понатворила, понаделала. Сегодня, наконец-то, я на час укоренила. Видите, как там ведерки. Не просто в землю. Видите, макушки. Видно вам? Вот макушку и туда в ведерко. Это не в землю, это в ведерко. Вот все макушки я так сделала. Долго собиралась. Потому что... Ну, и не сказать, что это трудное занятие. Все время надо что-то, понимаете... Ой, все что-то неохота мне. Вот и все. Все ждала у меня эти материнские кусты. Одна девушка два заказала. Она купит. И еще одна купит, сказала. Но они грядки готовят. И поэтому вот скалоставьте. И нету их. Вот у меня Витя еще куст. Все ждала его. Потому что, видите, здесь ведро. Здесь ведро как-то его надо аккуратно потом выкопать. Чтобы это ничего не повредить. Вот так вот получится. Но материнский куст, смотрите, какой хороший. Тут тоже розеток много. Видите? Они его, если возьмут, они тут наукореняют себе. Здесь даже укорененные мы его тоже возьмем. Видите, какие усы. Все, вот этот куст я за 200 рублей им продаю. Так вот. Ну, а когда поспеют ягодки, я вам покажу. Они еще пока не поспели. Нам привезли подарок. Сегодня только что приехала машина. Вадим говорит, тебе приехали. Я говорю, я никого не жду. Потому что я знаю каждого покупателя, который должен ко мне прийти. И оказывается, у меня есть знакомая Оля. Такая хорошая знакомая. Она мне отдает ячейки. Там хлеб оставшийся для скотины. И они мне привезли два вот таких мешка картошки. Вот таких вот. И я сейчас поставлю варить куром. Представляете? Мы вчера только купили опять комбикорм. Вот купили комбикорм. Сейчас скажу. 1600 купили ПК-2. Пшеницы мешок. Овса мешок. И для несушек мешок. А ПК-2 купили, потому что маленькие вот эти. Еще их надо ПК-2 кормить. А он очень подорожал. 1600 мешок. В одном месте мы видели 1900 ПК-2. Веговский комбикорм. Вот. И пришлось купить, конечно, то, что еще маленькие. Должны еще кушать. Вот эти вот поместные. У меня так маранчики там. В общем, таких вакцинировать надо. У меня все время головная боль вот эта. Ну и вот. И вот набрали-набрали. А потом ко мне приехал клиент. Купил 70 яиц. 4 килограмма помидор. И 2 килограмма огурцов. У меня получилось 1500 денег. Я говорю, Вадим, представляешь? А сейчас вот буду варить картошку. Одно кормление заменять вареной картошкой для кур. Именно для кур, конечно. Одно картошка, одно комбикормом. Потому что, ну, просто вот. Особенно вот эти едят, конечно, хохлаты. Сами знаете, когда они растут, они очень много едят. Вот. Так что спасибо, Улечка, тебе огромное. Она меня смотрит. Спасибо тебе. Дайте Бог тебе здоровья. Помогаешь нам. Так. Ячейки у них вот. От яиц тоже остаются. Все, кажется. Вот нам хватит надолго. Так. Скоро буду собирать горох. Семена уже даже... Ну, вот эти как бы идеальные стручки, конечно. Вот эти вот идеальные стручки. Размер. И все хорошо. Но, видите, существуют и покороче. Вот эти покороче. Ну, вот они в такой зрелости. Смотрите, какие шикарные. Сочные, сладкие. Как раз вот в такой спелости их едят обычно. Смотрите, какой горох. Потом он подсохнет, засохнет и будет обычный. Ну, вот такие стручки. Вот такие вот я. Вот тоже спелые есть. Сейчас сорву. Вот, видите, поменьше. Но все равно я его возьму. Тут стручков. Ой, горошин поменьше. Тут всего семь штук. Девять в среднее число. Надо сорвать. А то они откроются и расщелкнутся. Да? Правда же? Смотрите, сколько уже поспело. Надо сорвать. Мишка только что приехал. Поэтому вот... Горох весь соберу. А сейчас такой, какой остался, он будет есть. Вот так. В общем, горох будет в этом году. У меня в четырех местах горох посажен. Маленькими вот такими местами. Но все равно, видите, все хорошо. И правда, он в этом году у меня вытянулся. Стал два метра почему-то. Ничего не понимаю. В общем, все. Горох собрала. Это я дело сделала, считай. Ну, собираю. Пошла собирать все. У меня еще за теплицей есть горох. Вот собираю. Вы не переживайте. Собираю вот такие стручки. Вот какие. Видите? Вот какие стручки. Вот. Собираю такие. Они, конечно, сейчас похудеют. Но вы тоже выбираете. Потому что вот на одном кустики и такие есть. Вот. И большие есть. И покороче. Вот. Ну, давайте этот кустик возьмем. Видите? Он покороче будет. Поэтому вот этот хороший, длинный. Я его на семена возьму. Этот покороче. Вы тоже так выбираете. Когда на семена оставляете. Вот я покороче сейчас мишки соберу. Пусть ест. Вот. Вот такой я отобрала горох для сушки на семена. Это только вот с этого кустика, с одного. Ну, вот такой. Он достойный. Со всех других мест тоже вот так вот я выбираю. И вы тоже себе выбирайте такой самый лучший на семена. Видите? Вот такие могут вырастать тоже коротенькие. Могут вырастать на таком горохе. Они, конечно, сладкие, вкусные. Но я такие не беру. Мишки принесла. И вот смотрите еще. Горох какой вырос. Но это не в том месте, в другом рядышком вырос. Из которых в комбикор попадается зерносмеси. Интересно, он сладкий или нет. Вот видите. Какой. Маличненький. Ну, он не сладкий. Абсолютно невкусный. Ну-ка. О, этот помоложе. Чуть-чуть поприятнее, но не попало. Этот сладкий. Козе отдам. Готовлю вам вторую теплицу. Здесь будет сюрприз вот с правой стороны. Ну, обрезаю листья уже, потому что они уже лишние. Сейчас, стой. Ты собрал яблоки, что ли? Ты снизу или сверху? На земле. На земле, которые упали. Это после... О, тут ветер был. Все, они попадали. Ну, они хорошие. Дай-ка. Интересно, ладно. Кажется, что она не спелая, а она сладкая. А те, которые покраснее, они не кислые. Так такое было. Ты знаешь, что, в прошлом году были какие? Откусишь, и там как мед. Они такие прозрачные были. Тебе попадаются такие, нет? Покажи. А, ну вот такие, ага, серединки. Они очень вкусные. Но я, видишь, не могу. Ну, вот еще. Ой, тапок остался. Тапок остался. Спасибо. Вот еще, смотрите, сколько. Ну, осыпаются. А что с ними еще делать? Вадим хорошо слабую ест. Мишка сейчас поест. Пойду туда схожу. А там тоже падают? Там мало. Мало падают? Здесь еще пока не падают. Здесь должны побольше подрасти. Но все равно большие не будут, потому что слишком их много. Слишком много. Дождик начинается. Кстати, вот в прошлый раз я вам сказала яблонь, ээээ, малину. Я сказала трумалин. На самом деле называется ту малин. Без буквы Р. Вот. И посмотрите, какая. Ну, красивая. Мелкая, красивая. Но она очень приятная на вид. На вкус приятная. И скажите, пожалуйста, вот если так вот малина растет, то значит это она ремонтантная? Или что это такое? Только начинает плодоносить. Слушайте, ну я не могу. Какие. Смотрите, какие. Это что такое? Красота такая. Она прилетела сюда, что ли, сама? Наверное. И другая стригаться под хереном. А ты ее трогал рукой? Нет. А если потрогать, она улетит? Я думала, что она травоядная. Травоядная? Ну-ка. Слушай, она живая. Смотри, она шевелит хвостом. Ну да, и еще руками шевелила. Крыльями, не руками. А, ногами он теме. О! Она что-то засохла. Да? Ну-ка. Да, может и я. Нет, она все уже, по-моему, засохла. Может и я. Да вот этот. Сзади, задник. Не могу. Ты засунь его туда, вовнутрь вот так вот. Ага, правильно. Вот сюда пойдем, Миша. Сюда. Я просто не знала, что там петухи. Не петухи, а куры и петухи. О! Какие красивые они тут. Идем. Заходи, заходи. А вот так вот правильно все открывай. Открывай. Все. Сильнее еще. Так, заходишь. Потом направо, налево. Видишь, где гнезду? А, она еще вот саживает. А, ну все, пошли тогда. Пусть. Думаешь, она уже высадила или хочет еще увидеть своих цыплят? Думаешь, она цыплят высаживает? Нет, она просто сейчас снесет яйцо и уйдет. А может, она уже снесла? Ну, она сидит, если то нет. Не снесла еще. А ты про какой говорил? Где там паутина? Да, вот сейчас покажу. Первый, последний. Открывал. И там, конечно, там был, но только там куриц никаких не было. И они где-то там взяли. Наверное, они тоже умные, как говорим. Здесь ты забрал уже, да, у кученок? Да, это вторые. А третья, там паутина невидимая. А, пойдем. А там, по-моему, нету. Они, по-моему, что-то стали плохо нести сейчас. Одна сидит тоже, Миша. Сидит. Пусть попозже тоже придем. А может, она уже вынесла? Сейчас посмотрим. Улетела. Убежала, кажется. А, вынесла, Миша. Забирай. А я говорила, что вынесла. О, такое чистое. Ну, почти. Ну, да, у них там грязи же нет. Так, голубые взял, да? Ну, да. Все. Все, пошли тогда. Дамы. Все, получается, что ты все забрал, да? Ну, да. Молодец, все. Только вот у этих, где там несется. Вот там вот, около туалета. Ну, да. Или там еще. Так, а, кстати говоря, дожди-ка я пока... Там я нет. Передам привет отца. Саня Агрегата. Вот эту вот смородину мне Саня Агрегат присылал, как белую. Или зеленую. Как зеленую. А там созрела ягодка. Где-то я видела. Вот, глядите, какого цвета. Вот это Саня Агрегат мне прислал. Саня Агрегат мне наступила. Черненькая. Вот так. Резь. И дверь. Саня, ты мне... Хорошо. Саня, ты мне прислал черную смородину. Вот так. Так что никакая она не зеленая. И не белая. Никакая. Саня. Саня. Продолжение следует...